Всем привет! С вами Виктория! Сегодня готовим очень вкусное творожное печенье «Ушки». Вкус этого печенья я помню еще с детства. Слегка хрустящее, слоеное снаружи и мягкое внутри. Отличная выпечка к чаю. 300 грамм жирного творога, желательно брать творог слегка влажный и пожирнее. И 150 грамм сливочного масла перебиваем погружным блендером. Сливочное масло можно брать сразу из холодильника. Не нужно его растапливать, затем нам будет легче замешивать тесто. Перебиваем вот до такого кремового состояния. Затем еще раз проходимся лопаткой, чтобы масса получилась однородной. И теперь подготовим муку. 200 грамм муки смешиваем с 1 чайной ложкой разрыхлителя. 1 чайная ложка это 5 грамм. Все тщательно перемешиваем. Я рекомендую перемешать муку с разрыхлителем заранее, так как точно мы не знаем, сколько нам понадобится муки. У меня ушло в итоге 250 грамм муки. Количество муки может варьировать плюс-минус 50 грамм, поэтому не спешите добавлять все сразу. Это зависит от влажности и жирности творога. Просеиваем муку частями и перемешиваем сначала лопаткой и затем перемешиваем тесто руками. Слишком долго вымешивать это тесто не надо. Как только все собралось в общий комок, достаем его из миски и вымешиваем еще пару-тройку минут на столе или на силиконовом коврике. Тесто должно получиться мягким, обратите внимание, не прилипающим к рукам и вот таким очень-очень воздушным. Заворачиваем его в пищевую пленку и убираем в холодильник минут на 20 и пока подготовим присыпку для печенья. Для присыпки можно использовать обычный белый сахар. Я в этот раз хочу использовать и белый сахар и коричневый. Или же можно смешать белый сахар с корицей. Так получится тоже очень вкусно. К этому времени духовку уже можно поставить разогреваться на 200 градусов. Достаем наше тесто и делим его на 2 или на 4 части. Части, которые будем раскатывать, оставляем, а другие пока убираем в холодильник, чтобы тесто не нагревалось. Припыляем стол мукой и раскатываем тесто в пласт толщиной примерно 3 мм. Не слишком толсто и не тонко. Затем берем вырубку для печенья. Это может быть стакан, кружка или специальная вырубка диаметром 8-9 см. И делаем вот такие круги. Меньшего диаметра я не советую делать, чтобы печенье в дальнейшем не получилось слишком маленького размера. Излишки теста убираем, опять разминаем и убираем в холодильник. И затем опять будем раскатывать и так до конца, пока у нас не кончится тесто. Подготавливаем противень, застилаем его пергаментной бумагой. И начинаем формировать печенье. Обмакиваем его с одной стороны в сахар, сахарной стороной складываем внутрь. И опять обмакиваем с одной стороны в сахар и складываем внутрь. И последняя сторона у нас тоже сахарная. И этой стороной выкладываем вверх на противень. Итак, продолжаем. Как я уже сказала, я буду готовить и с обычным сахаром, и с коричневым сахаром. И в конце я вам скажу, какой вариант мне понравился больше. Друзья, как всегда, если видео вам понравилось, не забывайте ставить лайк и пишите мне ваши комментарии. Полное количество всех ингредиентов я оставляю всегда в описании под видео и в закрепленном комментарии. А наше печенье почти все сформировано, получилось на 55 штук, 2 больших противня. Отправляем запекаться печенье ушки, также их называют треугольники или косынки, в духовку, разогретую до 200 градусов на 10-15 минут. Готовность определяйте по цвету печенья, оно должно хорошо подрумяниться. Но в то же время, смотрите, не пересушите. Вы посмотрите, какая красота получилась. Получается очень-очень вкусно, красиво. Детки тоже любят это печенье. Это очень-очень вкусный рецепт, который обязательно нужно взять на заметку. Кстати, вариант с коричневым сахаром мне нравится больше, чем с белым. Ну а вы ориентируйтесь на ваш вкус. Всем желаю приятного чаепития, готовьте с удовольствием. До новых встреч, до новых видео!